Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я решила провести для вас уникальную в своем роде экскурсию. Более того, заметьте, как я подготовилась. Дело в том, что я побывала в этом замечательном музее позавчера сама и поняла, что это тот случай, когда я приду еще раз и постараюсь для вас воспроизвести ту непередаваемую атмосферу, которая царит в этом замечательном музее. Я попросила мне, конечно, в этом помочь гида. У нас будет интервью и с представителем фонда «Надав», который занимается этим музеем уже много лет и очень успешно. И вообще я вам постараюсь рассказать в этом ролике непростую судьбу этого музея, с чего все начиналось и как великолепно сейчас живет музей своей роскошной и очень интенсивной, яркой жизнью. Ну, я постараюсь, во всяком случае, чтобы вам было так же интересно, как мне. И что самое интересное, я заметила реакцию сына Вани. Я считаю, что если ребенок с таким удовольствием впитывает все, что видит вокруг себя, значит создатели музея достигли своей цели. Собственно говоря, я приветствую вас в Израиле. Вот мы с вами уже почти дошли до входа в музей. Это музей израильского народа, музей, который называется «Ану», что в переводе с еврита значит «мы». Это музей еврейской идентичности. Это музей, конечно же, великого прошлого, настоящего и будущего еврейского народа. Это интерактивный музей. Ну что ж, я вам, наверное, постараюсь сейчас показать со всех сторон. Вот, в частности, мы с вами идем внутрь и я меняю ракурс камеры. Итак, наслаждайтесь. Вот перед нами очень величественно возвышаются три этажа музея. И мы сейчас с вами начнем экскурсию «Так, как решит Зоя». Это наш гид. И в прошлый раз мы начинали с третьего этажа, с самой интерактивной части. Но посмотрим, какое решение сегодня примет Зоя. И мы с вами погрузимся или начиная с будущего в настоящее и потом в прошлое, или наоборот, с прошлого в настоящее, а затем в будущее. Итак, мы с вами заходим. И скоро... Скоро найдем Зою. Вот мы с вами ее ищем. А вот и Зоя. Я вас приветствую. Ну, вы уже в кадре, как вы догадываетесь. Ну, вот так, понимаете. Я на... Огромное спасибо. Если вам не сложно, пожалуйста, для наших зрителей представьтесь. Роман Кулган. Сотрудник фонда НАДА. Впечаю, собственно, за русскоязычное... Работаю с русскоязычным контингентом. Очень приятно. Зоечка, и несколько слов ваших. Зоя Брук, гид. Вольный стрелок, который вот уже три года, больше трех лет, с удовольствием сотрудничал с музеем. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы начинаем таки с третьего этажа. И я очень рада этому, потому что это именно та последовательность, в которой этим занимались мы два дня назад. Извините секундочку. Очаровательные еврейские дети чуть было не сбили нам свет со штативом. Но это вроде все обошлось. Так. А, кстати, для детей здесь прекрасное пространство. Я уже об этом говорила, когда шла сюда. Ваня себя чувствовал просто превосходно. И то же самое можно сказать о тех двух замечательных детях, которые сейчас резвятся в интерактивной части музея. Итак, мы начинаем с, наверное, для меня очень знакового экспоната. А именно, оказывается, Евгений Багратионович Вахтангов создал не только студию, которая со временем превратилась в театр Вахтангова, где в итоге бессменно проработала уже не знаю сколько десятков лет моя мама и продолжает работать. Ну, оказывается, Вахтангов в это же самое время создал еще и еврейскую театральную студию. Итак, Зоя, рассказывайте нам, что же было дальше. Да, практически одновременно Евгений Багратионович Вахтангов создал две студии. Одна студия со временем стала театрами Вахтангова. А вторая студия, в которой был поставлен спектакль в комиссии адского «Гадибук», ну, на русском мы привыкли говорить «Гадибук», но все-таки правильно называть именно «Гадибук». И эта театральная труппа в 1922 году выпустила спектакль, а потом они уехали на гастроли в Европу, потом они там остались, не стали возвращаться в Советский Союз. И через какое-то время они приехали в юный город Тель-Авив, где и остались. Сейчас эта труппа превратилась в один из старейших израильских театров, в театр Абима. Спектакль «Адимук» шел в Абиме несколько десятков лет. Главная роль была в роли Лии, была замечательная актриса Хана Ровина. И она играла юную Лию практически до самой своей смерти, если не ошибаюсь, до 78 лет. Сейчас этот спектакль идет в театре «Гешер», в постановке великолепного Евгения Арье. И некоторые сценические решения из первого спектакля были взяты и в новый спектакль. Более того, исполнительница роли Лии в новом спектакле несколько десятков раз смотрела вот эту запись старого спектакля. Сейчас мы находимся перед вообще уникальным совершенно экспонатом. Это непосредственно «Фарик» и «Плащ», в котором играл Микойл свою легендарную роль короля Лира. Я хочу рассказать вам одну историю. В 1935 году в Москву приехал знаменитый актер, режиссер, театровед, шекспировед Гордон Крейг. И он, естественно, как всюду был бывал, спросил, какую бы работу по песне Шекспира ему рекомендовали бы посмотреть в местных театрах. Ему сказали, а вот как раз сейчас в еврейском театре Госсет под руководством Микойлса вышла премьера спектакль «Король Лир» на идиш. Главный ролик – Соломон Микойлс. Гордон Крейг был ошарашен. Каким образом? Почему я должен смотреть Шекспира на идиш в еврейском театре? Мы его уговаривали, ему объясняли, что это действительно явление было искусства. И он сказал, ну хорошо, поставьте стульчик где-нибудь в пароходе. Я, ну, если встанет не поготу, я просто встану и иду, никому не мешаю. Разумеется, он рассмотрел спектакль «Король Лир». Разумеется, никуда он не ушел. Разумеется, он побежал за кулисой, облился и сказал, что это был лучший король Лир, который когда-либо он видел. Правда, отражается интерактивная часть в витрине, но я думаю, это не помешает нашим зрителям увидеть мантию и парик. Ведь история того, как вообще удалось сохранить мантию и парик, это же тоже он уже само по себе детектив. Это просто чудо, это просто детектив. После того, как Михоэлса убили в Минске, и после того, как Гусет разгромили, ведущих актеров арестовали и репрессировали, многих расстреляли, мантию и парик спрятала одна из работниц театра, которая потом передала их дочерям Михоэлса. Они приехали в Израиль и со временем подарили парик музею А. И вот у меня каждый раз, когда я стою около этих экспонатов, у меня просто мурашки по коже, независимо от того, сколько раз я сюда прихожу, сколько раз я смотрю. А сейчас мы расскажем про экспонат, неразрывно связанный с Украиной и с Киевом. Потому что даже город, который в Утевье Молочника называется Ягупец, на самом деле имеется в виду Киев. Мы сейчас расскажем про Шалом Алейхама, про его грандиозный вклад в развитие литературы на Идише. И, наверное, покажем еще и ручку Шалом Алейхама и очки. Долгое время язык Идиш вызывал самые разнообразные споры среди евреев. Одни говорили, что Идиш – это замечательный гибкий язык. Маме Лошин – мамин язык. И что это язык детства, язык еврейских местечек. Другие говорили – нет, 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 это жаргон, мы должны от него избавиться, существует только иврит. Не подумайте плохого, я абсолютный фанат иврита. Но в данном случае правда, наверное, была на обеих сторонах. Как всегда, лучше обойтись бескрайней. И Шалом Алейхам сумел впервые одним из первых показать, насколько гибкий, насколько богатый может быть язык Идиш. И что ему можно писать не только низкие фарсы высокого литературы. Это фотография, между прочим, знаменитого актера. Да, это замечательный актер Хайм Тополь. Это кадр из фильма «Скрипач на крыше». Один из самых знаменитых мюзиклов 60-х годов. Кстати, Хайм Тополь, который играет здесь 50-ти с лишним летнего человека, здесь меньше 30 лет. Актер великолепный. Кстати, с творчеством еще одного киевлянина, Хайм Тополь встретился еще раз, спустя много-много лет. В театре «Геша» он играл в Оландо, в пьесе Пугакову, «Сатана в Москве» назывался этот спектакль. Самое интересное, что «Сатана» по-прежнему в Москве, что я вам могу сказать. А вот это очки, которые принадлежали Шолу Малейхему, и его же перо. Кто знает, какие бессмертные произведения он написал этим перомом? Возможно, того же самого Телли Молочника. Это очень возможно, и мы опять здесь вспоминаем о неразрывной связи с Киевом, с Украиной. Кстати, в Украине есть ежегодный альманах, который издается с 1927 года «Егупец», или «Егупец», как правильно сказать. Оказывается, я даже не знала, «Егупец» – это маленький Египет. Египтик, так сказать. Конечно. И, кроме того, есть премия, которая, по-моему, с 2007 года присуждается. Премия имени Шолу Малейхема в Украине. Так что эти связи в который раз мы подчеркиваем с большой любовью. А Косрилов – это белая церковь. Вполне возможно. Итак, что же это за любопытный стенд? Какие-то как будто бы афиши или даже какие-то лозунги тут изображены? Этот стенд и вообще вот этот кусочек музея посвящен очень интересному периоду, вернее, двум периодам в истории развития еврейского присутствия в Эре Цесраэль. Речь идет о так называемой войне языков. Мы привыкли считать, что иврит, как живой разговорный язык, умер две с лишним тысячи лет назад и был возрожден только в начале 20 века Элеезером Бен-Иудом. Как и большая часть клише, это клише не совсем точно. Во-первых, иврит никогда не умирал. Всегда были какие-то группы людей, для которых он был разговорным, которые писали на нем светские, не только религиозные стихи. Соответственно, их читали, соответственно, их слушали. И всегда были группы людей, которые на нем разговаривали. Это первое. Второе, кроме Элеезера Бен-Иуда, который сыграл действительно выдающуюся роль, были еще и другие люди, которые занимались не возрождением, не оживлением, а модернизацией языка иврит, чтобы превратить его в живой, гибкий, созвучный техническому прогрессу язык. Им это удалось в полной мере. Одним из них, конечно же, был великий поэт Хаим Нахман Биалик. Человек, который родился в Украине, учился в знаменитой Ешиве в Воложине, потом переехал в Одессу. И там очень много работал вместе со своим другом Равницким и другими людьми на Ниге еврейского просвещения. Потрясающе знал иврит, писал стихи на иврите, и он принял огромное участие в возрождении языка иврит как живого. Но этот стенд относится к другому периоду, уже к 20-м годам, когда иврит Верец Исраэль, ему уже ничего не угрожало, он стал живым разговорным языком. Благодаря усилию Бен-Иуды, Бялика и огромного количества других людей, не самых известных, учителей, воспитателей. Но к этому времени уже подросшие воспитанники первых еврейских детских садов и первых еврейских школ, они объявили войну на уничтожение другим еврейским языкам, считая, что Верец Исраэль должны говорить только на иврите. Вот примечательный экспонат, стакан граненый, на котором написано «Еврей, говори на иврите». Бялик, еще раз, внесший огромный вклад в развитие иврита, одновременно хотел сохранить иврит. Мама и лошадь материнский язык. И он хотел открыть в Верец Исраэль кафедру по изучению языка иврита. Ему не дали. Кто не дал? Ревнители языка иврит уже теперь выступили против Бялика. Это парадокс истории, но это так. Вот один из плакатов говорит «Кафедра жаргона идол в еврейском храме». Увы, было и такое. Дальше мы просто проходим, потому что я переживаю, чтобы наши зрители имели терпение все это увидеть вместе с нами. Так, дальше мы приходим в блок кино. И тут, наверное, я передаю слово Зое. И вы нас, можно сказать, галопом просто проведете хоть чуть-чуть. Как говорят, кино было создано сначала во Франции, потом в Голливуде, а Голливуд был в основном создан евреями. Поэтому здесь мы увидим прекрасную выставку. Каждая афиша здесь, каждая фотография, она связана со вкладом кого-то из евреев в кинематуре. Хотя, с другой стороны, вот если вы внимательно посмотрите, вот тут, например, фотография Софи Лорен. Софи Лорен не имеет никакого отношения к евреям. Просто так случилось, что один из фильмов снимался в Израиле. И снимался он на территории кибуца, и вот кто-то из кибуцников сделал эту фотографию. Сейчас она находится здесь, в этом музее. Здесь, конечно же, у нас будут фильмы Ди Аля. Здесь будет такое явление, про которое мало кто знает. Как евреи в египетском кинематографе. Вот этому посвящен, вот этот стенд. Дальше, конечно же, у нас знаменитый Спилберг. Любимым всеми детьми. И наполнитянином. И Вуди Аллен. И Барбару Стрейзер. Ооо! Покажи без наполнитя. Чья это штуковина? Хлопушка. Это Ефрая Макишона. Холливуд. Это знаменитый израильский фильм «Полицейский офмай». Этот фильм в Израиле культовый. Песни из него просто относятся. Проходя, кстати говоря, два афиши списка Шиндера, я как раз подумала о том, что фантастическая мелодия из этого фильма, она живет уже своей отдельной, самостоятельной жизнью очень успешной. И сейчас мы из кинематографа перейдем в музыку, и как раз у нас будет возможность поговорить об этом тоже. И начнем мы с самого что ни на есть современного. Это гитара одного из участников группы KISS. Кого именно? Джейна Симмонса. И около этого экспоната обычно всегда зависают израильские подростки. Ага. Ну а у наших зрителей есть возможность дистанционная и причем достаточно подробно ее рассмотреть. Это как раз прекрасная, просто великолепная иллюстрация того, насколько детям уютно в музее, потому что они вот сейчас будут делать, сочинять, можно сказать, музыку, делать такую композицию. Здесь разные жанры, смешение стилей набираются, это появляется на экране, ну и, конечно, непередаваемая, уникальная музыка создается в наушниках. Мы, к сожалению, с вами в полной мере не сможем погрузиться в эту атмосферу, но, тем не менее, по счастливым лицам детей можно сказать, что им это очень нравится. Итак, наверное, немного классики. Поскольку это все-таки самая близкая для меня область, я, наверное, остановлюсь отдельно вот около этого стенда. Итак, мы видим выдающихся скрипачей. Исаак Перельман, Исаак Штерн, Яша Хейфиц, Игуди Минухин. Самое феноменальное заключается в том, что его привозили в центральную музыкальную школу, когда я училась, по-моему, в голевом классе. Он был уже очень преклонного возраста, но все же я его видела и лично даже, можно сказать, общалась. История про скрипку, которую вы рассказывали мне. Зоя, наверное, я вас попрошу хотя бы даже кратко. Но эта история, которая заслуживает... Эта скрипка не принадлежит никому из великих музыкантов на этом стенде. И никакому другому великому музыканту. Человек, который на этой скрипке играл, звали его Цви Пригерзон. Он вообще не был музыкантом. Но у него примечательная судьба, и мне кажется очень правильно, что именно его скрипка стоит здесь, в отделе еврейской музыки. Маленького Гришу Пригерзона в 1912 году родители привезли в новорожденный Тель-Авив. Он учился в гимназии Герцли, выучил иврит. А после этого, через какое-то время, он упал с крыши, сломал ногу, его увезли на лечение обратно в Россию. Началась Первая мировая война, и они вынуждены были остаться в России, а позднее в Советском Союзе. Гриша вырос там, но мало кто знал, что он на церкви сказал. В тайне. Даже его семья не знала. Он писал на иврите рассказы, переправлял их сначала в Эрит-Исраиль, потом в Израиль. Их публиковали здесь, под псевдонимом Цфони. Северный. Он же скрытый. И об этом действительно никто не знал. Этот человек преподавал иврит. Этот человек был арестован во время сталинских репрессий за преподавание иврита и за сионистскую пропаганду. Отсидел и продолжил свою деятельность. Совершенно фантастический человек. Здесь я еще упомяну то, что он был предан своим собственным учеником. И когда-нибудь, наверное, уже в следующем более подробном ролике мы расскажем о том, как, тем не менее, он за это предательство смог отомстить. Я думаю, что сейчас мы несколько ускоримся, проходя экспонаты, по той причине, что если бы мы останавливались так на каждом, то это бы заняло бы, наверное, неделю, а то и больше. Но, тем не менее, я хочу на некоторых все-таки сделать акцент. Это выдающаяся гениальная балерина Майя Плесецкая, которая тоже неспроста находится в музее. И, как мне сказала Зоя с самого начала, что некоторая субъективность, безусловно, присутствует, и что в том числе фонд «Надав» и экспертное сообщество, и кураторы музея определяются с героями своих экспонатов. Наверное, с какой-то долей субъективности хочу сказать, что мне было чрезвычайно интересно увидеть именно эти экспонаты, потому что со многими меня тоже что-то связывает. И, в частности, Майя Михайловна Плесецкая, которая последних несколько лет своей жизни приходила регулярно на спектакль «Левша». Это опера, которую написал Родион Щедрин, и которая игралась на открытии второй сцены Мариинского театра. И я, исполняв «Принцессу Шарлотту», имела уникальную возможность часто встречаться с Майей Михайловной, и даже она много чего рассказала мне про сцену, про сценическое появление, про поведение, про актерские тайны. И поэтому не только детские воспоминания, потому что в поселке мастера искусств мы были почти соседями, но и уже взрослые разговоры, конечно, всполохнули определенно мою память. Сейчас мы проходим зал, в котором любители балета, наверное, бы задержались гораздо дольше, и хотя я себя отношу, конечно, к таковым, тем не менее, сегодня такие задачи перед нами глобальные стоят, что нам придется все-таки пожертвовать некоторыми-некоторыми залами и продвинуться дальше. Здесь мы можем выбрать цитату. Итак. Среди книжных страниц спрятана мудрость. Что же мы хотим? Ну что, лайф-джорни? Ну давайте попробуем, да, continue. Вау, ну тут... Ага. Подождите. Ага. Итак, и так. Это просто магия. Гадание. Это как гадание по книгам. Окей. Алеф Бет-Юшуа. There are works I wrote that I read parts of them for support and encouragement. A writer looks back and says, I used to be good. I wrote well. And now it's so difficult. Ух ты, сложная цитата. Сложная, но вот такая она у нас. И действительно, и действительно мы стараемся каждый день как можно лучше. И все это совсем непросто. Что ж, мы пришли в литературу. Итак, Роман, а теперь позвольте мне, раз уж мы тут где цитаты, тоже процитировать, как мне кажется, самое главное для музея Англии. Потому что история музея сложная. И в последние годы он стал развиваться чрезвычайно ярко. И все это неспроста. Цитату я возьму из книги Леонида Невзина, «Оставаясь в меньшинстве». Итак, вот, кстати, фотография с Натаном Щеранским. А вот история. В конце 2003 года мне позвонил Натан Щеранским, с которым я познакомился еще в Москве и предложил встретиться. На встрече Натан сказал, что обращается ко мне по просьбе премьер-министра Ариэля Шарона, в правительстве которого Щеранский тогда занимал пост министра по делам Иерусалима и Диаспоры. Выяснилось, что на повестке дня стоял вопрос о спасении музея диаспоры Вейтха Тфуцот, расположенного в кампусе Тель-Авивского университета. Этот музей, открытый в 1978 году, считался в свое время одним из самых технологически продвинутых. В его экспозиции не было ни одного исторического объекта, кроме стола, на котором была подписана Декларация Бальфура. Все прочие экспонаты были созданы специально для того, чтобы наиболее наглядно отразить главную концепцию музея. Еврейский народ прожил долгие века в Галуте, прошел через многочисленные страдания, но в конце концов осуществил свою мечту и вернулся в землю обетованную. В первые годы существования в музей выстраивались огромные очереди, но постепенно интерес израильтян снижался, государственные дотации сокращались, а уменьшение потока туристов в Израиле за второй интифады привело к тому, что он оказался на грани финансового краха. Уже поговаривали о его закрытии. Щеранский повез меня в музей, который произвел на меня весьма удручающее впечатление. Было видно, что годы его расцвета остались позади. Некогда технологически передовая экспозиция теперь выглядела устаревшей, а темнота залов подчеркивала мрачные настроения царившей среди сотрудников музея. Той относительно небольшой суммы, которую я пожертвовала тогда, музею хватило на несколько месяцев, и вскоре ко мне обратился снова. Тогда я и принял решение, определившее деятельность и фонда, надав и музея на много лет вперед. Именно возрождение музея, посвященного еврейскому народу, станет нашим флагманским проектом. Я выразил готовность стать основным спонсором музея диаспоры, но при одном условии. Фонд становится его партнером, и мы вместе проводим в нем кардинальную реформу. Впереди представила огромная работа, набор новых сотрудников, разрешение трудовых конфликтов, разработка концепции новой экспозиции. С самого начала я считала, что ответственность за обновление музея должны вместе с нами разделить и государство Израиль, и еврейские филантропы во всем мире. И уже в 2005 году израильский Кнессет принял закон о Бейтхат-Футсот, который определил музей как национальный центр еврейских общин в Израиле и во всем мире. Я, конечно, хочу задать вопрос. Как удалось? Все-таки это очень, в общем, корректный текст, в котором почти не упоминается, наверное, чрезвычайных трудностях, с которыми столкнулись реформаторы. И как удалось вдохнуть эту жизнь? Я просто, извините, знаю историю о том, как сами сотрудники музея, когда он был действительно на грани закрытия, не хотели покидать. Еще тот, вот как правильно совершенно пишется в книге Леонида Невзлина, весьма угрюмый, в общем-то, музей по тем временам, и отстояли свое право. И вот благодаря тому, что фонд, надав семья Леонида Невзлина, взяла на себя это время, музей превратился в эту сказку. Расскажите мне, как это все происходило? Я знаю, что Ирина Невзлина приняла непосредственное участие абсолютно во всем. Я в те годы, к сожалению, не работал ни в музее, ни в фонде надав. Так что я тоже слышал про все эти истории только понаслышке. И от семьи Невзлиных, и от руководства музея, и от сотрудников, которые в то время работали тут. Да, это были тяжелые времена. И слава богу, что нашелся действительно человек, который был готов вложить и усилия, и средства, и энергию процесс, на самом деле, это даже не реставрация музея, это, собственно, создание нового музея. И это был долгий путь, довольно долгая работа, которая длилась лет 15, как минимум. Ирина Невзлина была назначена сначала в Совет директоров музея, а потом возглавила этот Совет. И, собственно, вся работа по превращению старого, и, может быть, действительно немножко угрюмого, и, может быть, не настолько востребованного музея диаспоры в новый, современный, технологический, инновационный, и вот такой действительно интересный и привлекательный музей, музей Ану, музей еврейского народа. Я как раз делаю небольшую панораму третьего этажа. Сейчас я просто хочу, чтобы у всех создалось еще и представление о том, насколько это большой музей, сколько в нем интереснейших экспонатов. Конечно, мы еще поговорим и на втором, и на первом этажах, но здесь мне особенно хотелось бы вам задать вопрос про то, как вы разработали весь этот выдающийся интерактив. Была создана, собственно, новая команда сотрудников, которая руководила всем этим процессом. Кураторская группа, конечно же, вне сомнения, внесла очень большой вклад. Главный куратор музея – это доктор Рид Шахам Гувер, который, кстати, и до сих пор является главным куратором музея. И, собственно, они разработали новую концепцию. И вот новый музей, он и связал Израиль с диаспорем. Это, собственно, музей, который говорит о еврейском народе, а не только у тех представителей еврейского народа, которые живут вне Израиля. И, как мы все знаем, Израиль на данный момент, и это уже последние, наверное, лет, я бы сказал, 15, является крупнейшей еврейской общиной мира. Израиль даже пригнал Соединенные Штаты в этом вопросе. Поэтому действительно вот это деление между евреями диаспоры и евреями Израиля, оно, наверное, было оправдано, может быть, в тот момент, на тот момент создания предыдущей версии музея, ну, конечно же, не оправданно уже в наши дни. Поэтому очень правильно, что этот музей именно говорит о еврейском народе как о целом. Несмотря на то, что есть, понятно, большие различия между людьми, которые родились в той или иной стране, говорят на тех или иных языках, соблюдают те или иные традиции, но, тем не менее, этот музей, конечно же, подчеркивает то, что нас всех объединяет, несмотря на разность, несмотря на то, что мы все разные, но, тем не менее, есть большое объединяющее ядро, которое, собственно, легло от концепции этого музея. Мне кажется, еще очень важным то, что музей, безусловно, устремлен в будущее. То есть, помимо истории, помимо великого прошлого и настоящего, очень много взглядов в виде, я бы даже сказала, каких-то концепций, взглядов вперед, в будущее. И это, я считаю, очень чувствуют дети, которые с таким удовольствием играют во все предложенные вами интерактивные вот эти игры. Мы сейчас посмотрим, как предлагается готовить, как выдающиеся повара. И просто простые люди рассказывают рецепты еврейской кухни, как вы можете сами скомпоновать, научиться и готовить моментально, и дома все это повторить. И, в общем-то, не только и музыка, и замечательный клип, который мы сейчас тоже покажем нашим зрителям. Вот мне кажется, что то, что именно будущее настолько осязаемо, и когда музей говорит «мы», а «ну», то есть это говорит о том, что это мы, которые прошли через те испытания, которые создали великое настоящее из великого прошлого, и которых ждет еще более великое будущее. Ну, мы очень на это надеемся. Но, вне сомнения, конечно же, музей интерактивный, конечно же, он увлекательный. И мне кажется, именно таким должен быть музей в 21 веке. Сегодня невозможно прийти в музей, который был создан, условно, 40-50 лет назад, используя те же самые технологии, которые были приняты тогда. В наши дни это уже не идет. Мы живем в эпоху современных технологий, и это неизбежно. Сейчас у нас как раз есть возможность посмотреть, как... Как... ...самый процесс приготовления пищи. Это вот полный рассказ об истории приготовления этого блюда и о том, как оно будет готовиться. Но, по-моему, мы потревожили юного повара, поэтому... Ничего страшного. Поэтому не будем вам мешать. И мы пошли дальше. Сейчас мы, наверное, должны, ну, хоть чуть-чуть коснуться живописи. Кстати, здесь есть работы Элли Сицкого. Это тоже художник, который имел отношение к Киеву. Он когда-то, в 1918 году, основал в Киеве культур-лигу. То есть, Лигу культуры, если перевести. И поэтому тоже оставил свой достаточно заметный след, который очень любят украинцы. Кроме того, Элли Сицкий принимал участие в экспедициях, посвященных уникальному восточноевропейскому жанру искусства еврейского. Это деревянные расписные синагоги. В частности, в Украине Элли Сицкий подробно исследовал знаменитую синагогу в городе Ходор. И мы знаем, в общем-то, о ней благодаря его усилиям, так я понимаю. Во многом, да. Мы знаем благодаря именно ему. Продолжаем заниматься нашей музейной магией? Да, почему бы и нет. Итак. Вот этот стенд посвящен изобразительному искусству. Выбираем художника. Ну, например, Аврам Маневич. Родился в Украине. Вот тут короткая справка биографическая о нем. Очень интересный художник. А теперь смотрите, что можно сделать с его картиной. И правда, в таком маленьком варианте очень трудно что-нибудь рассмотреть. Давайте поднимем его в облако. Смотрим, что сейчас будет. Вот он уже плавает здесь. Вот уже наша картина плавает здесь. А сейчас она через несколько секунд поднимется на один из больших крах. Вот так. Действительно магия. Мне кажется, не только дети с удовольствием всем этим занимаются, но и даже взрослые превращаются ненадолго как будто бы в детей, которые с большим удовольствием принимают участие в этих увлекательных интерактивных процессах. Вообще говорят, что каждый человек рождается непосредственным. А вот посредственным он уже становится по своему собственному выбору. Сейчас я хочу показать этот выдающийся совершенно клип, который снят. Я не знаю, сколько ушло на это времени и усилий, но для нас сейчас вот все эти великие люди, которые, кстати говоря, здесь представлены в виде дружеского шаржа, сейчас они вот именно с такой непосредственностью, то есть именно чтобы не создавать барьер авторитета между зрителем и собой, так придумано, так в этом состоит концепция музея, они будут еще и танцевать. Тут бы я хотела еще сказать, что многим будет не лишним вспомнить о том, что Голдемейр, которая тоже, конечно же, присутствует, и не только здесь, но еще есть экспонат великих людей и великих женщин, и Голдемейр, которая родилась в Киеве, тоже, конечно, здесь представлена. Одна из основательниц архитектуры еврейского государства. Одна из премьер-министров? Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Написаны 10 заповедей, и написана самая главная молитва еврейского народа. Слушай, Израиль, клятва Господу в том, что не будет другого Бога, кроме единого Господа. Шма Израиль. И не зря я сказал, упомянул о том, что 7 октября, ровно через два дня после этого, как эта книга прибыла в Израиль, 7 числа наступила вот эта вот трагедия. Эта молитва 7 числа спасла человека, потому что спасатели, которые шли по улицам пустого поселка, пытаясь найти выживших, услышали из укрытия, как человек читает Шма Израиль, которую каждый еврей считает для себя обязанным прочитать перед смертью. Он был уверен, что он слышит террористов, а не наших солдат. Если бы он промолчал, возможно, его не нашли бы. Вот так случилось, что этот текст, этой молитвы спас абсолютно светского человека. Победы вам, победы! Скорейшие победы! И вам тоже! Спасибо! Сейчас мы перемещаемся на экспозицию, и даже, наверное, так нельзя сказать. Это выставка, выставка трагическая, очень важная. Это выставка, посвященная событиям 7 октября. Здесь нет фотографий. Здесь произведения искусства. Либо созданные теми, кто погиб во время страшной резины на юге 7 октября. Либо их создатели и сейчас живут на юге, и они изображают то, что они переживают, что они чувствуют. Вот эти вот картины, эти рисунки, они принадлежат солдату по имени Йонатан Хазор, который рисовал их за какое-то время до войны. Потом он пошел на войну в газу защищать, защищать страну, защищать людей, но он погиб там. Вот на противоположной стене. Это рисунки жителей юга. Как они сбывают через искусство свою страшную боль. Это рисунок из солдатских пилотов. Он посвящен тем солдатам, которые погибли во время войны в газе. На юге Израиля каждый февраль поля покрываются красными анимонами. Зеленые поля становятся красными. И весь Израиль собирается и едет смотреть на эти красные поля. Сейчас я не представляю себе, сколько лет у нас у всех займет перестать видеть на этих полях кровь и снова начать видеть на них цветы. Это рисунок из солдатских пилотов. Руи Идан был фотографом-документалистом, который работал для портала Ynet и других полосных изданий. Он жил на юге. Он был убит 7 октября вместе с женой. Старшую дочку взяли в заложники и сумели вернуть только через 51 день. Двоих младших детей террористы не заметили. Они уцелели. И Дан был великолепным фотографом. Но больше всего он любил снимать природу. Вот это его ролик, в котором он снял мурмурацию скворцов в Негере. Вы знаете, мы, конечно, переживаем страшную трагедию. Но мы все время помним, что мы делаем это во имя жизни. В отличие от другой страны, которая создала культуру смерти. И это объединяет то, что объединяет Израиль и Украину. Потому что и Израиль, и Украина на стороне жизни. Поэтому мы обязательно победим. Ам Истраэль Хай. Слава Украине. Героям слава. Спасибо большое, мой любимый парень. Леонид. Бринни, Таня, твоя жена. Я рада видеться. Мария. Возвращается. Большая песня. Тами и Еуда. Мои друзья, только 50 лет. Только 50 лет. Может, мы еще 50 лет. Кто знает. Ам Истраэль Хамотал. И благодаря всем членам, Анну, Вахели. Большое спасибо за вашу помощь. Хамотал. Где Ади? Она уже уехала. Ади, Ади. А, в твоих. Я не могу сделать ошибки в том, чтобы не иметь людей. Большое спасибо всем. И особенно для моих любимых, любимых. И для тех, кто знает. И в моих любимых, которые у нас сегодня. И для этого замечательного момента. Малти. Малти. По-моему, не бегайте. В этом замечательный момент. Сегодня в музеум было так близко. И назвал это павильон после Малти и мне. Леонид сказал. Я сейчас здесь 20 лет или 22 лет в директории, но благодаря вам, Леонид. Когда Леонид пришел, он уже рассказывал историю. Когда он создавал Алия, он взял интерес в том, что было Бейтат Футсот. И Бейтат Футсот был вверх. И когда он пришел, люди говорили о закреплении Бейтат Футсот, потому что нет денег. И я помню, я тогда был руководитель Керен Айесот. Мы взяли Ариэль Шарон. И Чич. И Чич, и Чич, и Чич, и Чич, который был директором. И Леонид, вы спасали Бейтат Футсот. Это вы, не Шарон, не Чич. Вы спасали Бейтат Футсот. Я согласен. Вы согласен. И вы пригласили Бейтат Футсот. И вы пригласили Бейтат Футсот, который я сделал. И я взял это в сердце. И, слуне, слуне, и я живу. И ваша девушка, Ирина, мой хороший хороший парень, я взял в себя как генерал. И мы привели Дан Тадмор, директор-general и мы думали об разработке Бейтар Футсот в что-то много, много, много больше в музеях людей и это было лет и лет и даже бороться и даже на борт но я был за это это я хотел сказать да, я был за это но, да, мы были проблемы люди, которые мы не понимали или думали, что это было слишком большое или слишком сложное и, правда, это было сложное и мы нуждали много денег и опять же, вы были очень инструменты и государство поддерживали потому что мы insistили в том, что это было все мои доноры поддерживали твоя донова была и она была действительно супер-дупер она 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 сейчас внутри Израиля пожалуйста, скажите когда она вернула что мы дали ее полный кредит сегодня за то, что она сделала и за то, что она получила и я вам скажу что вы говорите что ваш ребенок сейчас 16 лет сегодня Ясше 16 лет 16 лет и они в Львове в Львове в Львове в Львове в Львове я это сказал в Львове в Львове в Львове это очень круто для нас это для нас это музеум и я хочу говорить для моего любимого рода и некоторые из моего рода помните что 35 лет назад мы имели церемонии Эли вы были Шарон где Шарон Итай в Лондоне не мог бы нас но и все семьи мы имели большую церемонию в Университете в Львове от Ротонда после моего рода Немгиньи и Ротонда в Университете в Львове в Львове и теперь мы наш павильон и Рахели нужна немного фаселит но немного мы поговорим об этом но это наш праздник и для заболевания и для наших солидов и я у в моей семье, чтобы они вернулись в безопасности. Спасибо большое всем. И теперь я хочу спросить мои две прекрасные родственники, Лия и Майя, чтобы inaugурали наш павильон. Хорошо. Благодаря их. Да, да. Не надо, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Это красиво. Хорошо. 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 Я хочу сказать, что люди из Украины страдают очень много, но в самих ситуациях. И я желаю, первое, победы для вас. Я желаю, как быстро возможно и как лучше возможно чтобы победить победу. Мы все, в Украине, также смотрим на Исраил как пример от великолепности, от профессионализма. И мы пытаемся быть так хорошими, как вы. по-аниментом. Я прехорную тебе до своей сердце не пой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok